Дорогие мои друзья, когда спрашивается, нужно ли помогать, я отвечаю однозначно «да». Но давайте разберемся, что мы имеем в виду под этой помощью. Теребить ребенка, повторять тысячу раз, чтобы он выполнил, предупреждать его, говорить, что если ты там не сделаешь что-то, дальше стоять над душой и говорить, что вот ты плохо пишешь, а еще, может быть, даже стараться что-то самому подсказывать, ответы в задачках и так далее. Это не помощь. Но согласитесь, что мы часто так делаем. В помощи ребенку во время уроков самое главное – это аура эмоций. Поэтому как только вы применили тон, когда ему стало страшно, и он уже замкнулся, с этого времени он не сможет уроки сделать ни за что. Ну, например, вы говорите «выучи стихотворение» маленькой четверостищей, или «напиши две строчки букв» или что-то еще. Поэтому давайте искать настоящую помощь. Так вот, настоящая помощь, она начинается с доверия к ребенку. Конечно, сделать сегодня уроки самому и с желанием – это невозможно сделать это сегодня. Это уже результат чего-то прошлого, когда ребенок уже не очень-то любит ходить в школу, когда он уже не уверен в себе, когда ему уже, может быть, 20 раз сказали, что ты не успеваешь, и он получил двойки. Поэтому предшествует вот тому, как он сделает уроки сегодня, наша помощь, когда мы считаем его успехи. Если он писал очень плохо, но вдруг у него получилось 4 красивых буквы, значит, это уже повод для радости. Если вы ему доверяете, и он ждет, что дальше, у него интересный день впереди, и он знает, что ему час надо выделить на уроки, а дальше будет идти баскетбол или театр или путешествие, значит, он будет стараться, у него будет мотив сделать побыстрее. Поэтому, наверное, все-таки следует опять отпустить и последовать вот такой мудрости. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок сделал когда-нибудь что-то наилучшим образом, самым-самым лучшим среди всех, позвольте ему сделать это очень плохо. И пусть он напишет криво, и пусть он недовыполнит или недорешает задачу, но только это нельзя бросить. Вот уже дальше, в следующем шаге, как-то повышать его мотивацию, почему все-таки для него так вот важно самому, чтобы у него были вот эти красивые тетрадки, почему ему важно радоваться своим пятеркам. То есть мы опять переходим от внешних оценок, от критики, исключительно к внутренней самооценке, которая строится только из собирания успехов, из желаний и из вот этих вот критериев, в чем я преуспел. И тогда вы можете заметить, что дети меняются очень быстро. И вообще они способнее нас. Их чувства раскрываются мгновенно. Поэтому ищите перед каждым случаем, когда он садится за уроки, способ создать доверительную атмосферу, создать вот этот взрывом, минутным каким-то взрывом, его хорошее настроение, и чтобы его хрустальная ваза, которая называется эмоциональный мозг, была заполнена исключительно позитивными эмоциями. Если это получилось, будет большой результат. Питание в школе. Что делать, если ребенок не хочет питаться в школьной столовой? В каждой проблеме надо разбираться в причинах. Посмотрите, какими дети приходят в школу. Питание на сегодняшний день – это просто беда. Причем это беда, которая впитывается детьми просто от взрослых. Посмотрите на маленьких детей, которые же сегодня рассуждают, что им что-то нельзя, потому что была аллергия. Посмотрите на однообразие питания, когда он уже к чему-то малому привык, а уже дома отвергает что-то, попробовать не хочет. Это на самом деле большая проблема со здоровьем. Поэтому, если уж так случилось, что он уже в школе, и вы чувствуете, что он отказывается есть вообще, задумайтесь, какими простыми способами все-таки это преодолеть. Наверное, все-таки дать ему в первую очередь поголодать. Вот самое плохое, когда он в течение дня будет восполнять этот недостаток хорошей пищи вот этими сникерсами, шоколадками, пряниками. Ну, это, пожалуй, самое убийственное. Еще, может быть, хуже, если человек, вот маленький ребенок, он вот не только не ест в школе, но не пьет воду. Если вы к вечеру узнаете, что ваш ребенок выпил полтора литра воды чистой, вы уже, может быть, спокойны. Вот когда хороший питьевой режим соединяется с малым количеством пищи, это легко как-то исправить, наверстать. Наконец, разрешите ребенку, может быть, что-то съесть. Я понимаю, что когда принуждают съесть то, что раздали всем, очень многим это не нравится. Но тогда попробуйте ребенку что-то дать с собой. Самый легкий прием – яблоки. Пусть он его съест два-три раза в день. Если он берет с собой завтрак, готов взять с собой, ну, положите ему либо гречку, либо котлетку. Легче всего получить ответы на вопросы у кого? У самого ребенка. Его можно просто спросить. Скажи, пожалуйста, да, а как бы ты хотел, чтобы ты питался? А чем я могу тебе помочь, если ты пошел в школу на целый день? Я вас уверяю, что если вы правильно прочитали эти знаки жизни и приняли его отказ как важную информацию, то у вас есть возможность доверить, делегировать ему ответственность и благодаря его мнению решить эту задачку легко и надежно. Вот так. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok